Великий Покаянный Канон Великий Покаянный Канон Великий Покаянный Канон все это воспринималось и когда святой апостол в своем послании говорили что всякое писание он имеет и не было и не послание а он имеет именно вверх и завет был тем опытом на верхнем писании по которому учились вперед первые христиане еще до того как было написано евангелие еще до того как были разосланы церковные общины послание и послание и уже тогда перед христианами встал вопрос как же читать верхозаветные писания и для чего и читать и какой его смысл и какова его церковь этот вопрос стоит и перед нами потому что многие из нас читали вверхозаветные писания но мало кто из нас наверное может похвалиться тем что прочитал всю книгу а еще меньше тех которые могли сказать что я прочитал и понял о чем говорится в книгах вверхозавета многие люди купил библию начинают ее читать первые страницы прочитывают в лучшем случае книги хития и книг исход а потом вырезали в таких подробностях таких историях которые мало что говорят современному человеку и как правило дойдя до какого-то места когда совсем уж становится непонятно зачем это читать человек откладывает книгу и на долгие годы не возвращается к вверхозаветом а когда наступает великий пост богослужебный строй церкви меняется и мы слышим за богослужением гораздо больше текстов из верхнего завета чем текстов из нового завета и вот тот принцип по которому мы должны эти тексты читать и воспринимать он и изложен в тех словах великого канона которые я сейчас вам почитал мы должны подражать добродетель правильных людей о которых читаем в великом покаянном каноне приводится много примеров людей которые согрешали и каялись это именно связано с тем что это покаянник и вот один из таких людей которые упоминали в великом каноне это израильский царь Манасия он жил в седьмом веке до рождества Христова был сыном благочестивого царя из Икии но в отличие от своего отца был человеком нечестивым он очень рано зашел на царский трон ему было всего двенадцать лет царству он пятьдесят пять лет как рассказывается в четвертой книге царств и его царствование было наполнено всякими беззакониями и непотребствами он отказался от почитания единого бога и по примеру покружавших израильское царство языческих племен стал поклоняться различным языческим божествам и несмотря на то что вера единого бога сохранялась в народе царь эту веру не сохранил но поправ все невозможные способы более того как рассказывается в той же четвертой книге царства при его жизни было пролито много невинной крови и предание еврейского народа гласит что именно при верном нечестивом царе был убит пророк исаи что он был распилен пилой на две части и в то время как его распиливали на глазах царя он прославлял это предание было известно и раним христианам в частности его отзыв мы находим в послании к евреям где говорится о пророках которые были перепиливаны а только один пророк известен из предания израильского народа и это был Исаия который пострадал при нечестивом царе Ананосии если в четвертой книге царства Ананосии говорится только то что он был нечестивым царем то во второй книге про Липомена говорится о том как он оказался в плену у ассирийского царя и предание говорит нам о том что в плену он провел землет и что он находился в таких стесненных условиях что голова его была прикопана к его собственным ногам и вот в таком соберном состоянии почти без пищи он провел эти долгие и страшные годы и именно там в ассирийском плену царь Ананосия по преданию которое отражено в греческой библии принес покаяние Богу возвратился к Богу о чем в великом покаянном каноне говорится моносиево собрала и все согрешения и изваления поставивши яко мерзости страсти и умноживши душе негодование но того покаяния ревнующи тех стяжей умилений великий покаянный канон призывает нас отказаться от тех греховных страстей которые подобны страстям нечестивого царя Ананосии и подражать его покаянию что же это за покаяние царя Ананосии и откуда мы о нем знаем как я уже сказал мы знаем о нем из греческого текста Библии известно что Верхний Завет был написан на еврейском языке но еще в третьем веке до Рождества Христова он был переведен на греческий и вот в греческом тексте Библии есть некоторые слова которых нет в еврейском тексте в частности там содержится молитва на Анасии царя иудейского мы эту молитву через несколько минут услышим потому что она вошла в чин великого включения она читается великому посту еженера и это та самая молитва которую по преданию царя Анасии вознес к Богу когда он находился в этих страшных стесненных условиях когда он не мог даже разогнуться и может быть именно этим объясняются слова преклоняю колено сердце пред тобой он не мог колено преклонить потому что он был скован руками ногами но он преклонял колено сердце и молитва эта начинается словами Господи всех жителю Божий Отец наших Абраама и Исаака и Иакова и семьи правил и дальше в этой молитве с очень сокрушительными чувствами и словами нечестивый царь приносит покаяние Богу предание свидетельствует о том что он был освобожден из плеза что он вернулся в свою страну снова воспринял царство живучи совсем старым человеком и что он восстановил почитание единого Бога и что он загладил свои прежние грехи многими добрыми делами это лишь один из тех многочисленных примеров о которых говорится в Священном Мисании Ветхого Завета и о которых упоминается Великий Покаянный Канон когда мы слышим Великий Покаянный Канон мы должны помнить о том что он писался в тех временах когда люди очень хорошо знали Библию когда они знали практически наизусть все те истории которые мы сейчас очень мало знаем и когда одно только упоминание того или иного персонажа будь то Абессалон или Ахитофел или Геизи или Моносия или многие другие чьи имена мы слышим мы совершенно не помним какие истории связаны с этими именами так вот когда каждая из этих имен вызывала соответствующие ассоциации более того в те времена когда был написан Великий Покаянный Канон самым распространенным мированием Библии было аллегорическое те события которые описывались на страницах Ветхого Завета воспринимались как аллегории то есть как метафорические указания на будущее событие и во всем Ветхом Завете видели прежде всего предки изображения нового Завета и новозаветных реальностей а также в Ветхом Завете учились видеть примеры для собственного назидания и вот нечестивый царь Моносия который принес покаяние будучи тяжелых и стесненных обстоятельств это лишь один из многих таких примеров Великий Пост это время когда мы призываемся заново открыть для себя Ветхий Завет давайте используем эти шесть книги Великого Поста для того чтобы прочитать те библейские книги которые мы еще не прочитали а те которые вы прочитали забыли перечитать и может быть перечитать с толкованиями Святых Отцов и современных богословов для того чтобы понять о чем эти книги говорят каждому из нас ибо Библия это собрание книг которые были написаны в разное время но все они признаются Церковью Богодухновенной они никогда не обстревают и никогда не теряют своего смысла только бы мы учились этот смысл в них искать и находить храни вас всех Господь Всех Христос